Здравствуйте! Начнем мы сегодня с наркотиков. Значит, полиция Эквадора в порту с труднопроизносимым названием Гуякиль, Хуякиль хочется сказать, обнаружено более двух тонн кокаина. Ну, собственно, что в этой новости хорошего? Да, блять, все. Ну, во-первых, дайте посмотрим репортаж, да, с места нахождения наркотиков. Собственно говоря, это стендап моей мечты. Я бы с удовольствием хотел, если вот обращаюсь я к соответствующим службам Российской Федерации, если вы когда-то изымите какое-то охуевающее количество наркотиков, пригласите, пожалуйста, меня. Я тоже хочу пройтись между мешками с кокаином и записать стендап. Вот обратите внимание, как это сделала прекрасная ведущая эквадорского телевидения. Вот, ну и здесь мужчина сидит, которого называют директор националь де антинаркотикос. Я предлагаю называть теперь меня так, директор националь де антинаркотикос. Что примечательно, две тонны кокаина по ценам черного российского рынка составляет, я специально себе выписал одну секундочку, 325 миллионов долларов, а наркотики отправлялись в Россию в контейнерах с бананами. То есть кто-то проехал мимо выручки в 325 ебаных миллионов долларов США. Вот, не продавайте наркотики. В Рио-де-Жанейро есть фавелы, если вы не смотрели фильм «Город Бога», обязательно посмотрите, там, соответственно, обитает себя преступность. В Рио люди торгуют наркотиками, совершают грабежи, все ходят с волынами, друг друга стреляют. Собственно говоря, на севере Рио в Жакерзиньо местные федеральные власти, то есть полицейские, проводили операцию против наркоторговцев. Значит, вооруженных бандитов преследовали через крыши фавел, вплоть до самой станции метро. Обратите внимание, настоящая война в Рио-де-Жанейро. Здесь эта новость воспринимается как какой-то ахуе, а в Рио, между тем, раз в неделю раньше вот такие операции были, не знаю, как сейчас, но раньше там подстреливали с большим удовольствием. Во Франции есть город Авеньон, где, в частности, есть Папский замок, место довольно тихое, вообще нихуя не знаю, кто в Авеньоне что есть, кроме ветров, потому что там с Роны дуют, с Роны, в смысле с реки Роны, не с Роны, с Роны, а с реки Роны дуют ветра ебической силы. Я там был один раз, чуть не охуел. Но, собственно говоря, видимо там не только ветра, есть вот и наркоторговцы, происходила операция, полицейские открыли по дилерам огонь, дилеры стреляли в ответ, один полицейский убит. То есть достаточно дохуя людей вообще на этой неделе погибло за наркотики. На Сахарине арестовали мужчину, который по посте получал, соответственно, наркотики. Ну что он в этом разделе может еще получать? Не открытки же, блядь. Вот мне редакторы пишут какой-то новый, соответственно, товар. Это бумага с рисунками, разделенные на 10 секций, и вся бумага пропитана ЛСД. Мужчина пока отпущен на время следствия. Ну что значит новый товар, уважаемый редактор? Всегда испокон веков на Святую Русь ЛСД поступал в промокашках. Это вот такая вот, значит, хуйня, которая, собственно, пропитана этим сатанинским зелем. Поэтому ничего нового здесь нет. Новое в этом только то, что по посте стали наркотики отправлять, и люди, конечно, просто охуели. То есть закладок уже мало, и они сами идут в руки полиции. Ну что отрадно, собственно говоря. Мэр Березовского, это город в Кузбассе, Светлана Щегербаева сказала, что в городе приостанавливаются ремонтные работы, так как она сделана вывод, что благоустройство жителям города не нужно. Сделала она этот вывод после того, как на одной из залей сломался паспорт с объектом. Ну то есть там строящийся объект и, собственно, паспорт. Строительство идет СМУ такое-то, значит, в такой-то срок будет все это сделано или не сделано. Ну и жители, естественно, нахуй сломали паспорт с объектом, и тетя Свет сказала, что пошли вы в пизду, больше, значит, никаких у вас не будет здесь ремонтных работ. И я Свету понимаю, вообще жителям Святой Руси, судя по новостям, вообще не нужны никакие ремонтные работы. И вообще ничего не нужно, кроме вот, блядь, наркотиков, которые они получают по почте в предыдущем новостном блоке. Когда высказывание мэрши Щегербаевой, значит, попало в сеть, Наталья Ошейчик, это ее пресс-секретарь, сказала, что все это хуйня, ну то есть не мэр-хуйня в смысле, а то, что не соответствует действительности заявления мэра, ремонт у жителей будет. Вот, собственно, как выглядит в паспорт объекта, который благословенные жители благословенного Березовского или Березовского сломали нахуй. Ну вот опять, смотрите, вроде новость не о наркотиках, а получается, что о наркотиках. Заммэра Брянска, Марина Холина, вышла на встречу к жителям города, и, значит, среди нормальных жителей был один, значит, подонок, местный блогер Александр Чернов, который заммэр просто хотел задать вопрос, тоже он охуел, да, что для тебя, что ли, заммэра вышла на твои вопросы, что где-когда, что ли, здесь. Собственно, он задал ей вопрос, но, видите, вопрос очень простой был, собственно, он даже его не договорил, и Марина Холина сразу впала в психоз. Многие могут сказать, что это тоже похоже на наркотическое опьянение, вот, какое-то долгоиграющее, может быть, нет, может быть, просто такой уникальный стиль у Марины Холиной, вот, но она сказала фразу, что блогеру стоит отойти от нее 22 раза, посчитайте сами, проверьте меня. Отойдите от меня. Нет. Нет. Отойдите. Мне очень неприятно, поэтому я не хочу стоять рядом с вами. Я что, мы даже не встречался, что мы не приедем. Я не хочу стоять рядом с вами. Не стоит, отойдите. А я хочу стоять здесь, на этом месте провожу рабочее совещание. А я здесь тоже хочу стоять. Это я тоже работаю. Отойдите от меня. А я работаю, выполняю. Отойдите. Мы не одетим журналисты, а вы не мешаете. Отойдите от меня. Нет, я не буду. Еще раз говорю. Можете пять раз повторить. Отойдите от меня на два метра. Почему? Потому что вы мне неприятно. Почему не на три метра? А на три метра мне будет еще приятно. Вы отойдите, пожалуйста, от меня. Не буду отканен. От меня. Я работаю. Послушайте, вы не работаете. Вы мне неприятно. Это ваше личное дело. Еще раз говорю, вы просто наличность даже постигаете. Послушайте, вы кто такой вообще? Отойдите отсюда от меня. Еще раз я говорю, отойдите от меня. Вы отойдите. Меня вызвать милицию? Отойдите от меня. Туркменских ветеранов Великой Отечественной войны вынудили самостоятельно заплатить за подарки, которые им вручили ко Дню Победы, сообщает радио «Азалтык». Если когда-то будет подкаст у нашей программы, именно так он и будет называться – радио «Азалтык». Вот, собственно, что. Традиция – это хорошая, славная. Ей уже второй год. По данным издания, значит, что произошло. В 2020 году, то есть в прошлом, победителям преподнесли к 9 мая памятную медаль и 200 монатов. Это около 4 тысяч рублей, которые ранее они вынуждены были оплатить сами. Они, то есть ветераны. И в текущем году о такой практике сообщили родственники ветеранов-тыловиков в арабском этапе Либабского вилаята, как бы это ни звучало. Вот, собственно говоря, это хорошая практика. Если вы хотите получать подарки, то платите за них. Я второй год уже безнадежно бьюсь, блядь, в этом блоге. Я обращаюсь ко всем инстанциям, чтобы пора бы и в России, конечно, ввести эту практику, потому что россияне заебали жаловаться на низкие зарплаты и маленькие пенсии. А платите, блядь, и будут у вас нормальные пенсии. Вам вернут эти деньги обратно, наверное. Есть вещи, которые созданы друг для друга. Вот, например, я и 90-е. Я и мой кот. Я и Русь. Интернет и телевизор. Да-да, интернет и телевизор. Вам не послышалось. Сейчас объясню, почему. Рядом со мной суперкрутой смарт-телевизор фирмы Hire. Внутри этого ультра-тонкого экрана с разрешением 4К находится официальная операционная система Android TV, благодаря чему весь контент, который есть в интернете, вы можете смотреть на широком экране. Музыкальные платформы, онлайн-кинотеатры, YouTube. Все внутри телевизора Hire. Даже я. Еще из ништяков. Благодаря системе Android в Hire имеется весь мир Google. От Google Ассистента до библиотеки приложений Google Play. Качайте, что хотите. Ну и еще. Объемный звук, самый быстрый Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Все, что есть в вашем телефоне, может быть на этом экране. Ну или почти все. Цены на смарт-телевы Hire довольно привлекательные, а преимущества безграничные. По промо-коду MINI-F20 вы получите 20% скидки на всю продукцию Hire. Подробности акции смотрите в описании. 9 мая справили в нашей стране. И как обычно, с этой датой связана масса всяких охуевательских новостей. Ну вот в частности, смотрите. В Омске фитнес-клуб записал вот такую ебанину. Значит, вот женщины в пилотках, гимнастерках и лосинах под песню Катюша, значит, прыгали на батутах. По всей вероятности, руководство, значит, фитнес-клуба считает, что именно так. В лосины, гимнастерки и пилотки были одеты женщины во время Великой Отечественной войны. Собственно, вот они воспроизвели эту историческую реконструкцию, сделали. Песня Катюша, видите, да, она начинает слышать, точнее, с таких вот умцы-умцы. С них обычно начинался очень дешевый такой вид шансона. Какая-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь Слава Медянек мог вот песню такую петь вот с таким вступлением. Но нет, это оказалось, собственно, Катюша. Ролик называется «Омские пилотки». Да, ну что, у слова «пилотки» много значений, вот, и в этом применении, конечно, не самое благозвучное. Погуглите, если кто не знает, что называется словом «пилотки». Мне уже как-то даже здесь шутить и неловко, потому что создатели этого видео, владельцы омского вот этого фитнес-клуба, пошутили так, что пиздец уже даже, блядь, скула свело, смеяться невозможно. В Москве в ресторане «Балаган», известной специфическими вечеринками, значит, перед 9 мая аниматоры в костюмах военных и с подносами выстроились под голос Левитана, который звучал из колонок ресторана, и потом разносили шоты, песни «Победы», соответственно, пели и танцевали. Вот обратите внимание, тоже довольно вычурно, мягко говоря, смотрятся вот эти женщины в коктейльных платьях, похожие, значит, чешуей на платву, они, значит, стоят и втыкают, как вот эти вот сексуахи в армейской, значит, в одежде, вытанцовывают что-то под голос Левитана. В Тверской области, значит, до пиздеца не допустили, значит, в администрации Лихолсавского, Лихославского все-таки, наверное, района анонсировали парад малышковых войск. Малыши будут шагать в форме и, соответственно, строем. Администрация заявила, что это будет грандиозное и незабываемое зрелище. Слава богу, что вмешался Роспотребнадзор и парад детей свернули под видом того, что не надо, эпидемиологическая обстановка, собственно говоря, сложная. В Кронштадте попытались что-то хорошее нарисовать, значит, к Дню Победы и нарисовали граффити Наша Победа. Вот она в граффити выглядела так. Вот, естественно, значит, пришли местные коммунальщики, нахуй его закрасили и повесили баннер, посвященный 80-летию Таллиннского перехода. Новость плюс фото. Ну, вот, обратите внимание, как говорится, было, стало. Питерские коммунальщики, они считают, что вот это вот как-то интереснее, что ли, чем граффити. Ну и теперь любимая рубрика – это перепутки. Мы знаем, что каждый 9 мая обязательно россиян поздравляют эсэсовские, значит, бойцы или полица, или американские солдаты, которых пытаются выдать за какие-то части советской армии, которые одержали победу над Гитлером. Вот и в этот раз, ко Дню Победы во Владивостоке, город украсили флагами, похожими на символику ВМС Японии. В мэрии сослались на ошибку со стороны подрядчика. Ну, подрядчик равно мудак, это мы давно знаем, блядь. Пообещали все флаги скоро замазать, извините, то есть заменить. Вот фото, собственно, пиздеца. Ну и Министерство культуры Татарстана поздравил Днем Победы фотографии выступления актрисы Марты Рэй перед войсками США в 43-м году в пустыне Сахара. Видимо, и туда тоже дошли советские войска, по мнению Минкульта Татарстана. Посмотрите, как это, собственно, выглядит. Ну и чтобы уже два раза не вставать, хочется сказать, что от всего этого ахуя в Саратовской области загорелся 9 мая ресторан с символичным названием «Берлин». Возгорание произошло на трубе домохода в шашлычке. Все потушили и в заведении заявили, что никто специально не поджигал. Берлин сгорел, как говорится, сам. А, да, про Витовский я чуть не забыл. Наши соседи из Белоруссии, значит, показали реконструкцию сожжения жителей деревни Шуневка. Во время войны фашисты вели людей, ну, на самом деле, не людей, а актеров. А потом маленькие дети бегали вокруг этих людей с красными платочками, изображая пламя. Видео перформанса пиздеца вы можете посмотреть, собственно говоря, сами. Я считаю, что это довольно добрая, такая хорошая традиция. Ее надо соединить с администрацией вот концлагеря в Карелии, куда дети не ездят. А в Витебске, как вы видите, дети ездят. То есть недоработочку у вас, да. Здесь всего лишь концлагерь, а в Витебске все-таки театрализованно людей сжигали. И люди сами туда приходили, чтобы сжигаться. Поэтому я считаю, что руководству карельского концлагеря стоит, конечно, перенять опыт витебских коллег. Потому что иначе какой нахуй праздник, как говорится. Из хороших новостей. Во Владивостоке подрядчик на безвозмездной основе восстановил отколотый нос статую Анны Щетинины. Это первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Если вы нихуя не знали. Я тоже нихуя об этом не знал. Посмотрите, как он это сделал. Собственно говоря, без носа, видимо, ей все-таки лучше было. Он въебал просто шуруп, смазал его клеем и захуярил его в нос. Анны, не знаю, как ваше отчество было щетининой. Вот посмотрите, как этот пиздец выглядит. Но с другой стороны, безвозмездно. То есть даром передал он это городу. Поэтому что, мы будем мужика ругать? Если у кого нет идеи сериала, то она у меня есть. Я ее уже спиздил. Пожалуйста, не пиздите ее. Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело против жительниц города по факту незаконной банковской деятельности. Питерские домохозяйки в возрасте от 40 до 58 лет открыли подпольные банки за 4 года. Внимание! Домохозяйки успели обналичить полмиллиарда рублей и заработали порядка 33 миллиона. Сейчас каждой домохозяйке грозит до 7 лет. Если родственники домохозяек этих слышат меня, пожалуйста, сейчас я не подъебываю без сарказма, совершенно серьезно. Свяжитесь со мной, я хочу эту историю написать в виде кино. Мне кажется, это пиздец. Вот не про тех снимали отчаянные домохозяйки. Тетя Лена Малышева давно не появлялась в нашей программе. Значит, Малышева вела собрание участников своего проекта «Сбрось лишнее». И заодно она там прорекламировала новый набор диет. На самом деле, понятно, что это собрание было заодно, а сбор читателей был только для того, чтобы впиздярить им новую диету. В коммент пришла читательница, которая написала, что хочется похудеть, но с пенсией не потянуть. В смысле, дорого покупать диету от Малышева. И такой вот, типа, замкнутый круг получается. Тетя Лена, она не сплоховала и ответила на коммент следующее. «Перестаньте оправдывать себе пенсии. Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было. Не жалейте себя, лучше спрашивайте. А худеть можно бесплатно, не обязательно покупать нашу диету». Тетя Лена, ну что вам хочется сказать? Пожелание совершенно правильное, сравнение с блокадным Ленинградом правильное. В следующий раз я вам что советую? Вы своим читателям напишите, что вообще лучше вам сдохнуть. Потому что, блядь, мертвый человек, его проблемы с лишним весом вообще не ебут. И все остальное, в принципе, его не ебет и не волнует. Поэтому, как бы, мертвые гораздо лучше, чем живые. Это видео из города Бийска. Значит, обратите внимание, охуенный пацанчик смотрится в зеркало, поправляет себя, наслаждается своим видом. Он действительно очень четко и охуенно выглядит. И потом, что делает этот молодой человек? Зеркало он пиздит. Видимо, в других зеркалах он не настолько пиздато отражается, как в зеркале из лифта. И, собственно, он это зеркало спиздил и потащил к себе домой. Аналогичный случай был со мной, когда я был холостым мужчиной. У меня была, собственно, жизнь холостая. Единственной достопримечательностью моей квартиры, кроме меня, было огромное зеркало. И все женщины, которые приезжали ко мне в гости в тот момент, для того, чтобы дарить мне свои неумелые или умелые ласки, они всегда выходили с утра в коридор и говорили, блядь, минай в кое-те охуенное зеркало. Я в нем такая худая, большое было такое вытянутое зеркало. Действительно, очень красиво и непонятно, почему оно всех так худило. Другого такого зеркала за оставшиеся годы уже нехолостой жизни я так и не смог найти. Вот, я вам про женщин рассказал с похудательными практиками. Поскольку мужчина в бийске снят по пояс, остается только догадываться. Видимо, у него как-то, наоборот, зеркало ему, там, если женщина, оно в моей квартире худило, то мужчина, он толстил, толстила, наверное, снизу. То есть, можно сделать вывод, что он показывал зеркалу хуй, рассматривал отражение, он у него сразу приобретал какие-то фантасмагорические размеры, поэтому зеркало пришлось взять домой и повесить в спальне. На Дальнем Востоке настолько хорошо относятся к своим местным властям, что, собственно, отблагодарили жителей местной власти плакатом, собственноручно установленной на дорогу. Посмотрите, что написано в плакате. Написано «Сделайте дорогу, пидоры». О, ну, блядь, вы знаете, что хочешь сказать? Да вели вы, блядь, людей-то, ебаный в рот, блядь. Ну, что, блядь, прям посередине въебали знак. Из новостей внутреннего туризма. Ну, значит, еще несколько лет назад в ленте моей Facebook и Instagram были сплошные Барселоны, Мадриды и Залупиды. Сейчас, как вы понимаете, один только Геленджик, Адлер и Сочи. И внутренний туризм он привел вот к чему. В Сочи в жилом комплексе «Жемчужина-2» появилось объявление, что парковочное место теперь стоит не 2000 рублей, а 20 тысяч рублей в месяц. Жильцы в прямом смысле в ахуй. Ну, а как вы хотели? То есть вы хотели, чтобы вам, значит, хлынул поток внутренних туристов, которых вы до этого не видели. Вы хотели на них зарабатывать ебаные барыши. А, собственно, за парковку по-прежнему платить 2000. Так нихуя не получится. Невидимая рука рынка-то, знаете, блядь, она достанет из постели и задушит. Задержки платежей, комиссии, путаница в бухгалтерии. Все это мешает спокойно жить и заниматься развитием своего дела. Пришло время поставить на всем этом точку. Точка – это банк для предпринимателей и предприятий, в котором работа вашего бизнеса не зависит от графиков работы отделений, платежи проходят без комиссии, безлимитно и почти круглосуточно. А все тарифы понятны и без скрытых условий под звездочками. Точка возьмет все заботы бизнеса на себя. Валютные сделки, тендеры, зарплата сотрудникам. Обезопасит от блокировок по счету, а личный помощник станет своим человеком в банке, чтобы ваш бизнес не останавливался. Занимайтесь бизнесом, обо всем остальном позаботится точка. Еще больше информации по ссылке в описании. Житель Иркутской области ловил попутку до села Большая Еблань. Извините, все равно называется Большая Елань. Но Еблань было бы смешней, согласитесь. Маршрутку он поймать не смог и, собственно, ничего не придумал он, как поджечь нахуй лес. То есть, ну вот, блядь, сука, как нахуй? Долбоеб, почему ты это сделал? То есть, ну, может быть, ты не долбоеб, на самом деле. То есть, он, наверное, четко понимает, что маршрутки до села Большая Еблань никогда ты не дождешься. А пожарка по-любому приедет. А, возможно, даже прилетит пожарный вертолет, который тебя нахуй туда доставит, блядь. Дети, которые будут отдыхать в лагере Артек этим летом, смогут поучаствовать в мероприятиях, проводимых Следственным комитетом, блядь. Программа мероприятия называется «Южный следователь». Как оказалось, СК эту программу проводит аж с 2016 года, но в этом году программа будет расширенной. Сотрудники СК будут проводить мастер-классы, рассказывать о профессии, жизненном опыте и обоснованном следственного дела. То есть, в принципе, если коротко эту новость ужимать, то большинство детей, которые будут отдыхать в Артеке в этом году, ждут допросы. А, возможно, даже и допросы с пристрастием. В Ростове-на-Дону в новом парке на Зеленом острове установили раздевалки для самых красивых людей. Видимо, был какой-то социологический опрос, и выяснили, что действительно в Ростове-на-Дону проживают самые красивые люди. Обратите внимание, какие построили раздевалки. То есть, люди эти красивые и душой, и телом, они раздевалки просматривают с любого места. То есть, там можно зайти только тем, кто очень красивый, у которого охуенное тело, или просто люди без комплексов могут тоже зайти, если они выглядят не так хорошо. Но им на это совершенно похуй. Вот, посмотрите, какие сделали для них переодевалки. Мне кажется, что самый главный аттракцион будет, если в эту раздевалку будет каждый день заходить и входить чувак из Бийска. Единственное, надо ему зеркало повесить, чтобы он пиздил его ежедневно. Вот первый раз я слышу о такой хуйне. Значит, в Тольятти спиздили пирамиду должников. Это мрачная железобетонная конструкция с надписью «Здесь живет должник», раскрашенная в цвета траурной ленты. Такие монументы устанавливают на улицах возле домов людей, которые не оплачивают коммуналку. Значит, пирамиду спиздили пострадавшие представители компании «Волжские коммунальные системы обратились в полицию. Теперь сотрудники МВД вынуждены разыскивать пирамиду». То есть, я правда об этом не знал. То есть, что, оказывается, что коммунальные системы могут так официально вот такие вот издевательские памяти в домах россиян, блядь, устанавливать. Что это за хуйня, блядь? Ну, вообще, как же, век живи, век учись, блядь. А в крымском Коктебеле появилась услуга «Трезвая няня». В объявлении рекламирующем круглосуточную услугу «Трезвая няня» не говорится «Коктебель, страна коньяков, выпил, сдай ребенка». В общем, «выпил, сдай ребенка» — это отличный слоган, который вообще в любом регионе России применим, блядь. Начиная с пятницы, блядь, и заканчивая по воскресенье обед. «Выпил, сдай ребенка» — это, в общем, такой национальный девиз, честно говоря. В Соединенных Штатах Америки женщина пришла в Макдак с дочкой и заказала бургер. Когда начала распаковывать, удивилась какому-то коричневому соусу на обертке. А когда дочь понюхала и попробовала на вкус, все встало на свои места. Действительно, соус оказался говном, женщина вызвала полицию. Полицейский пришел и зафиксировал. Правда, кто-то из сотрудников использовал оберточную бумагу как туалетную. Судебный иск Макдональдсу подан. Что в этой новости хорошего, даже прекрасного? Три вещи. Ну, первое. Есть такая народная мудрость, которую вы должны освоить. Если что-то выглядит как говно, пахнет как говно и на вкус как говно, то, скорее всего, это говно и есть. И дальше вам родители говорят, значит, не жрите это говно, имея в виду фастфуд. Возможно, к соусам имеет это отношение. Ну и третья новость. Мы делаем новый формат, который будет называться «Войны брендов». Мы там будем рассказывать, как бренды ведут маркетинговые войны друг с другом. И первый выпуск будет посвящен войне Макдака и Бургер Кинга. Без говна, кстати, будет. Очень хороший, как мне кажется, получилась передачка у нас. Вот мы все время хуесосим наших полицейских, что они там, значит, как-то не так относятся к гражданам Российской Федерации. А между тем, обратите внимание на это видео в Соединенных Штатах Америки. Что произошло? Мент зашел, значит, в дом во время обыска, зашел в гараж, увидел там дорогой автомобиль, блядь, и увидел, что дверь, которая открывается в гараж, задевает, а этот автомобиль дорогой, и несколько раз ебнул этой дверью по машине. Посмотрите на лицо полицейского, с какими удовольствием он хуярит, типа, не глядя, блядь. Охуеть! Я такую вещь видел только в сериале Фарга, кажется. Значит, тайваньские гангстеры раскидали более тысячи тараканов в ресторане их должника. Там в это время проходил банкет полиции. Бандитов поймали, но заведение пришлось временно закрыть. Вот как это все дело выглядело. Совершенно ужасающая новость, блядь, вот я не зря боюсь этой хуйни всей на высоте и стеклянных полов, блядь, чтобы типа охуенно посмотреть вниз. Китайский турист застрял на висячем стекленном мосту на высоте 100 метров. Сильный ветер выбил несколько секций, и мужчина не мог зайти ни вперед, ни назад. Просидел он над пропастью целый час. Я бы, честно говоря, обосрался. Обратите внимание, как это все выглядело. Пиздец, может быть, вы тоже обостретесь, кстати. Если у кого-то есть проблемы со стулом после майских шашлыков, то вот советую посмотреть эту новость. Жителям округа Колумбии в США запретили танцевать на свадьбах. Не надо сближаться, потому что ковид. У нас хуйня вообще, это запрет бы ничего не вызвал. Потому что вот если бы у нас запретили на свадьбах пиздюлей давать друг другу, вот это, конечно, была бы проблема. А так, конечно, вот в России этот закон вообще бы никого не волновал. И интересное видео. Британские морпехи освоили новый вид перемещения. Со стороны может показаться, что морпех летит на двигателе с помощью силы собственного пердака, но это не так. Вот обратите внимание, у него на руках хуйни, в которых двигатель, я не знаю, какой он там, реактивный, или как он там, блядь, называется. Друзья, цитаты дна у нас сегодня не будет. У нас программа юмористическая, пизданистическая, поэтому здесь как бы я вас прихожу рассмешить каждый четверг. Но есть вещи, которые совершенно не смешные, а не упомянуть об этом нельзя. Страшная трагедия случилась в Казани. В 175-й школе ублюдок расстрелял школьников. На сегодняшний день я пишу выпуск. Во вторник 9 погибших. И дай бог, чтобы к четвергу, когда вы увидите этот выпуск, их количество не выросло. И, в общем, ни убитых, ни раненых. Я хочу выразить свои соболезнования родителям. Это страшная трагедия. Берегите себя, а мудаку этому гореть в аду. Продолжение следует... Продолжение следует...